Антисанитария, некачественное обслуживание и сильный шум. Жалобы жителей на бары и клубы Оренбурга оказались небезосновательными. Проверки показали, из 85 городских увеселительных заведений нормам не соответствует 84 из них. Каждое нарушение общественного питания является многозначительным, поэтому если оно выявляется, то предприятие наказывается. В основном были нарушения, связанные с шумовым эффектом, который создают наши предприятия. Санитарные нарушения, как правило, заключаются в отсутствии производственного контроля, либо нарушения приведения программ производственного контроля, отсутствия медицинских осмотров. Сегодня на сайте администрации города опубликовали рейтинг так называемых злостных нарушителей. В лидерах по несоблюдению норм пожарной безопасности – рок-бар «Андеграунд», кафе «Атлантида» и кафе «Гавар». В тройке нарушителей общественного порядка – ночные клубы «Инсомния», «Каприз» и «Фишка». Антисанитарные условия Роспотребнадзор обнаружил в кафе «Верана», «Олимпик» и снова в «Андеграунде». К слову, наша съемочная группа выезжала в рок-бар месяц назад по жалобам жителей. Но нарушений специалисты не зафиксировали. Тем не менее, по этому адресу проверки происходит каждую неделю. Претензий у меня нет, конечно, к контролирующим органам. Они все делают по закону. И делаются только, как часто они это делают. Органы должны же понимать, что если они проверяли неделю назад, если ничего не обнаружили, то на следующей неделе, то вряд ли что-то обнаружили. 90% своего рабочего времени я трачу только как раз на подготовку документов, выезды туда-сюда, подписать протоколы, отдать. Это, конечно, вообще не серьезно. Каждое такое нарушение административно наказуемо. При выявлении фактов нарушений предусмотрен штраф до 5000 на индивидуальных предпринимателей. Кроме этого, руководителям кафе выписывается предписание о необходимости привести деятельность кафе в соответствии с действующим законодательством, усилить контроль за работой персонала, соблюдение правопорядка на территории кафе. Очередной визит контролеров предпринимателям стоит ожидать уже в ближайшее время. Комиссия из пожарных, полиции и специалистов Роспотребнадзора проверят, насколько заведения готовы к празднованию Нового года.